Вот это трон желаний. В большой бродилке на пути к трону желаний победит тот, кто доберется от клетки старт до клетки жвачка, а уже завязнув в жвачке, бросит куб и выкинет на нем шестерку. Подкрутить значение кубика можно, если до броска добавить заработанные монетки. За время партии у вас будет возможность подзаработать монеты либо в лавке Джо, либо найти их в хороших сундуках, либо отнять. Просто отнять монеты у соперников. Всего в большую бродилку на пути к трону желаний смогут сыграть 2, 3, 4 или даже 5 игроков. У каждого персонажа, за которого вы будете играть, есть уникальная постоянная способность, написанная на карте сверху, и мощный прием, написанный внизу карты. Можете один раз применить этот мощный прием и скинуть карту способностей из игры. В начале игры вы будете бросать один кубик и перемещаться вперед на выпавшее значение. Как только вы доберетесь до клеток вот такого цвета, вы уже будете бросать 2 кубика и выбирать из них нужный тебе для перемещения. И, наконец, ближе к финалу игры, стоя на вот таких темных клетках, ты будешь бросать 2 куба и перемещаться вперед на выпавшую сумму. Останавливаясь на клетке, берите карту и кладите ее сверху поля. Эти карты добавляют новые правила игры, которые не всегда тебе будут помогать. А вот, остановившись на клетке лавки Джо, ты берешь из его лавки две карты и можешь за 5 монет приобрести у него полезную способность. Правда, таких карт у тебя может быть не больше трех. Есть тут и телепорты, позволяющие перемещаться в пространстве, в основном вперед. А остановившись на клетке Данет, ты заберешь с собой Данет-жетон. И теперь, если ты даже будешь в паре шагов от трона и произнесешь вслух да или нет, ты вернешься на эту Данет-клетку. Вот такая она, большая бродилка на пути к трону желаний.